Два месяца назад я записывал видео про самой прибыльной работе на проекте Амазин Холиплей и вам это видео очень понравилось, вы набрали 10 тысяч просмотров и очень хорошую активность, поэтому в этом ролике я вам решил показать самую лучшую работу для новичка. Насчет самых прибыльных работ в принципе все понятно, но с чего-то нужно начинать, я вам в этом ролике покажу куда лучше идти, когда вы только пришли на проект, то есть в этом ролике я вам покажу 3 самых прибыльных работ для новичка, расскажу как работать, сколько можно заработать и где лучше работать. Те игроки, которые уже давно играют на проекте, об этом конечно же все знают, но все равно как бы напишите в комментариях как вы считаете куда лучше идти новичку, ну и конечно же покажите активность, поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Я стараюсь для вас, поэтому не ленитесь, покажите реально очень хорошую активность. Если вы только будете начинать играть, мой промокод вам очень сильно поможет, пишите слэш мм, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 450 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца, этот видосик будет полезен для тех, кто только собирается либо планирует играть на проекте Мазин Холиплей, поэтому смотрите, слушайте, запоминайте и потом заходите на проект и начинайте зарабатывать. Первое, о чем бы я хотел вам рассказать, это получается работа маршрутчика, то есть вы ездите на маршрутке, просто по чекпоинтам, данная работа доступна с первого уровня, там в принципе ничего сложного нету, вы едете либо на вокзал Южного, либо на вокзал Батырева, Арзамаса и там берете получается автобус. Все маршруты одинаковые, откуда бы вы ни поехали, вы всегда будете ехать по одному маршруту, соответственно на каждом маршруте одинаковая зарплата, то есть они никак не отличаются, хоть где берите автобус, зарплата будет одинаковая. Один круг вы можете сделать за полчаса, то есть за час вы можете заработать без Х2 100 тысяч рублей, то 130 тысяч рублей вы можете заработать за час на автобусе, но если вы будете работать на выходных, когда будет Х2, либо будет какой-то праздник и включат Х2, вы будете зарабатывать на минимальном скилле 200 тысяч за час. Но если вы вкачаете уже максимальный скилл, а сделать это довольно-таки нелегко, я думаю можно там за час зарабатывать 300-400 тысяч, то есть максимальный скилл если вы вкачаете, то вы сможете зарабатывать намного больше. Минуса в этой работе в принципе особо нету, потому что ну вы просто работаете, как бы катаетесь по чекпоинтам, единственное что может помешать это кто-то у вас режется, у вас сломается машина, поэтому лучше конечно же покупайте ремки и закупайтесь аптечками. Да, возможно заработок не особо большой, но для новичка в принципе я считаю нормально, то есть без Х2 на минимальном скилле, то есть на первом будете зарабатывать 100-130 тысяч, если вы вкачаете там максимальный скилл, я вам это не советую делать, потому что как бы это всего лишь пацаны для начала, вам нужно там поработать, чтобы заработать себе там на квартиру, на машину и так далее. То есть на этой работе на постоянной основе я вам не советую работать, потому что как я и говорил, я снимал видео про самые прибыльные работы и лучше не тратите свое время на автобусы. То есть да, если вы только пришли на проект, для вас это будет отличная работа, чтобы немножко позаработать денег. Следующая работа уже намного интереснее прибыли, эта работа называется такси. Есть получается два таксопарка, это в Южном и в Батырево. Данная работа доступна также с первого уровня. Что вам нужно? Вам нужно будет зайти, получить права и вы можете сразу идти работать в такси. В такси очень большой и интересный функционал для новичка. Именно для новичка там заработок реально очень хороший. То есть вы берете, получаете права, идете, устраиваетесь в таксопарк. Таксопарк Батырево вообще находится рядом со спалом, поэтому его найти будет максимально легко. Вы берете, приходите, там есть автопринятие. В основном у всех оно включено, поэтому проблем в принципе у вас не будет. Если в таксопарке есть место, то вы сможете устроиться и работать. Если же там места нету, то вы можете поехать либо в другой таксопарк. А если уже там места не будет, то вы можете написать чат такси и попросить кого-то из заместителей, либо лидеров освободить вам место. После того, как вы устроились, у вас есть два варианта. Либо вы работаете на аренде машины, то есть на машине, которую вам предоставляет таксопарк. Там есть различные автомобили и вы можете выбрать на любой вкус и цвет. Либо вы можете приобрести свой личный автомобиль и на нем уже работать в такси. Там есть два вида заработка. Это получается доставка и можно возить людей. В основном все занимаются доставкой, потому что там постоянно есть заказы. И вы просто ездите по всей карте, разводите, так сказать, заказы. И за это получаете деньги. В доставке вы всегда ездите, у вас есть всегда заказы. А если вы будете возить людей, то вам нужно будет ждать и ловить заказ. Вот, например, на втором сервере, где я играю, у нас везде открыто топливо. Что у меня в Батырево, что получается в Южном, топливо открыто. То есть вы можете заправляться бесплатно и заливать любое количество бензина. На каждой серверах по-разному, но я думаю, в основном топливо как бы открыто. И вы сможете заправляться бесплатно. Вы можете заправить, как и машину, аренды. И также можете заправлять свои личные автомобили. Теперь давайте поговорим про заработок. В такси вы сможете заработать на минимальном скилле примерно 150-200 тысяч за час. Да, в принципе, это как бы не особо много, но я считаю, нормально. Если вы качаете уже там, допустим, 20-30 скилл, то есть вы будете зарабатывать 300-400 тысяч за час. Хочу заметить то, что между 30-м и 50-м скиллом разницы нет. На такси максимальный скил 50-й. Но, к сожалению, разработчики так сделали то, что между 30-м или, по-моему, между 20-м и 50-м разницы нет. То есть заработок у вас будет одинаковый. То есть вам главное вкачать там 20-30 скилл, и вы уже будете зарабатывать по 400 тысяч, по 500 за час. Скилл прокачать максимально легко. То есть буквально за 3 дня можно вкачать 15-й скилл. Как бы работа максимально легкая, просто катаетесь, ездите по чекпоинтам и все. То есть ничего тоже сложного нет. Тем более вам дается машина, если у вас ее нет, вам дается топливо. Вам всего лишь нужно будет покупать ремкомплекты, чтобы вдруг чего, если вы сломаетесь, подчинить свой автомобиль, либо автомобиль аренды. Я считаю то, что это одна из самых лучших работ для новичка, потому что, ну, реально, очень неплохой заработок. Следующая и самая, я думаю, прибыльная работа среди всех, что сегодня я вам показал, это получается карьер. В карьере есть два вида заработка. Эта работа также доступна с первого уровня. В карьере вы можете либо работать киркой, либо вкачать 15-й скилл и работать на камазе. Давайте насчет кирки поговорим. С киркой вы сможете зарабатывать за час 200 тысяч рублей, плюс-минус. Самое главное, вам копать именно руду, которая дорогая. Это алмазы, там золото, а если вы будете копать уголь, то, конечно же, вы ничего не заработаете. Также еще все зависит от количества людей, которые будут работать, потому что все хотят заработать и охотятся за алмазами и золотом. Будут многие раки, чтобы заработать. Чем меньше людей будет работать, тем, я думаю, больше вы сможете заработать. Работа, в принципе, тоже несложная, просто нажимаете клавиши и все. Теперь давайте проверим камаз. Камаз это очень прибыльная тема. То есть, если вы вкачаете 15 скилл, вам дается возможность работать на камазе и перевозить руду. И за это вы будете зарабатывать в час 400-500 тысяч рублей. Стабильно, понимаете? Но вкачать 15 скилл будет довольно-таки сложно и на это уйдет не один день. Поэтому изначально вы будете работать на кирке и уже на кирке будете качать, получается, свой скилл. Но если все-таки вы наберетесь терпения, возьмете, вкачаете 15 скилл, вы реально будете зарабатывать большие деньги. Вам просто нужно будет с одного места перевозить руду в другое место. То есть, среди работ для новичков это считается самое прибыльное. Но, чтобы добиться хорошего заработка, придется реально там попутеть. На тех же автобусах там, в принципе, ничего сложного нету. Вы просто как бы катаетесь. В такси то же самое. А вот с шахтой придется реально постараться. Ну что ж, ребята, на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что это видео вам было полезно. И вы в будущем пойдете работать, начнете играть на проекте. Самое главное это начало. Если вы хорошо стартанете, то потом, конечно же, у вас будет намного все проще. У вас уже будут денежки. Вы будете понимать, где лучше зарабатывать, а где лучше вообще не работать. Такие видосы, я считаю, нужно снимать. Кто не смотрел видео про самые прибыльные работы, ссылочку я оставлю в описании. Можете также зайти посмотреть и добраться немножко опыта. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Приходите на второй сервер, я вам чем смогу, тем помогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok